Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. ГИБДД и дорожники начали обследовать сургутские улицы. Соответствуют ли городские ямы и выбоины нормы безопасности? От блока А к блоку Б. В сургутской ОКБ рассказали о ходе ремонта хирургического корпуса. И танцуй, пой, играй. История творческого объединения, в котором может заниматься любой желающий. 500 миллионов рублей запланировано в Сургуте на летнюю ремонтную дорожную кампанию. Об этом нашитель радиокомпании рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог Алексей Каноненко. Он сообщил, что 440 миллионов это средства округа, остальные деньги выделены из городского бюджета. При этом финансовая потребность муниципалитета на то, чтобы привести в порядок все улицы, 2,5 миллиарда рублей. Администрации надеются, что к ремонтной кампании 2017 подключатся и градообразующие предприятия, в частности Сургутнефтегаз. Напомню, что за свой счет компания в предыдущие годы восстановила немало городских магистралей. Например, улицу Артема, часть Западной, участок проспекта Набережной и так далее. Мы очень надеемся на участие в Сургутнефтегазе. Пока на сегодняшний день, к сожалению, никаких известий о Сургутнефтегазе нет. Но мы очень надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества, как в предыдущие три года. В департаменте городского хозяйства уже определили пять улиц, которые будут отремонтированы этим летом. Это Декабристов от проспекта Ленина до Майской, Геологическая от Мелик-Карамова до Комсомольского проспекта, улица Островского от Профсоюзов до Нефтьюганского шоссе, а также две транспортные развязки на Грибоедово и на Аэрофлотской. Также в администрации рассказали, что на сегодня в списке на ремонт стоят 48 колейных участков дорог. Однако вполне вероятно, что после того, как снег растает, их количество будет увеличено. В департаменте пообещали выехать на проверку состояния магистралей после того, как улицы высохнут. По объектам это будет замена покрытия проезжей части, где-то будет замена бордюров, на каких-то конструктивах будет ремонт тротуаров. По транспортным развязкам это будет, кроме того, что замена покрытия проезжей части, это еще и ремонт или замена конструктивов, самих элементов путепроводов, потому как уже долгое время они, скажем так, не ремонтировались. А не дожидаясь проверки сотрудников профильного департамента, свою инспекцию начали дорожные полицейские. Мерили колейность на до боли знакомых сургутским водителям улицах, находили и метровые ямы. Дорожникам на месте передавались акты и предписания о немедленном устранении дефектов. Дмитрий Круковец с места событий. 65 метров колейности на Нефтьюганском шоссе. И это только один участок из более чем двух десятков аналогичных. Глубина углубления от следов автомобильных шин здесь от 5 до 7 сантиметров. Естественно, это недопустимо. Обследование у нас производилось и в декабре, и в марте месяце по колее. Этот участок на 2017 год стоит в планах по ремонтам. Участок ненормированный с колеей, которая требует устранения. Ремонт участка дороги по проспекту Лениного пересечения с улицы 50 лет в ЛКСМ делали в 2014 году. Гарантия до октября года этого. Образование колейности здесь уже началось и ближе к перекрестку подходит к границе допустимой нормы. Три сантиметра. Три сантиметра глубина. Еще полсантиметра и этот участок по дорожным нормам уже нужно будет асфальтировать заново. Между тем, с 2016 гарантия на все отремонтированные магистрали и в Югре. Четыре года вместо трех. Исполнители обязаны устранять все недочеты, возникшие за ответственный срок эксплуатации. У нас сейчас с 2016 года идет марка щебня по прочности 1400. И мы отказались полностью на городских дорогах от обычного битума. И сейчас мы используем полимерно-битумное вяжущее. Что тоже, надеемся, благотворно скажется на качество наших дорог. Еще одна проблема сургутских дорог – ямы. Размеры вот этой – метр тридцать на метр двадцать пять и двенадцать сантиметров глубиной. Она скрыта от глаз водителя лужей. Проехав по такой, запросто можно отправиться на ближайшее СТО на внеплановый ремонт. Сегодня с утра получили там Поленина, 30 лет, Маяковского. Сутки делаем где-то 60 квадратов. Производим ремонт. В течение сутки могут появиться до 100 квадратов. В течение сутки. То есть не то, что вот она лежит уже тот месяц, а буквально появляется в течение сутки полторы. Все дефекты дорожники стараются устранять оперативно. Оплаченный муниципалитетом объем литого асфальтирования, которым и заделают вот эту и множество других подобных ям, одна тысяча квадратных метров. За без малого две недели почти 500 квадратов таким образом уже залатали. С наступлением тепла и схода снега подобные дефекты будут устранять струйно-инъекционным методом. А там, где это сделать невозможно, дорожное покрытие обновят. Но не везде. На все, вероятно, денег в муниципалитете не хватит. Дмитрий Круковец, Борис Шабалдов, Сургут Интерновости. Дмитрий Круковец, Борис Шабалдов, Сургут Интерновости. Также оснащено самым современным оборудованием. Напомню, на постройку нового отделения ОКД ушло три года и почти полтора миллиарда рублей. По словам врачей, этот корпус позволит в два раза увеличить количество операций. Здесь продумано все, начиная от входа пациента, чтобы ему было комфортно. Здесь задумались о его родственниках, создав условия их комфортного пребывания. Здесь решили вопросы обеспечения безопасности мониторинга состояния пациента. Здесь организовали возможность проведения самых современных операций. И вот по оценке специалистов, и я сейчас это услышал, в этом центре сегодня он готов для проведения операций пересадки сердца. Новый корпус кардиодиспансера откроет свои двери для пациентов уже в мае. В начале 2018-го ведут в эксплуатацию хирургический блок А Сургутской окружной клинической больницы. Напомню, сейчас в нем идет капитальный ремонт. Уже приведен в порядок подвал, установлена современная система вентиляции. Строители приступили к утеплению фасада здания и внутренним работам. По словам специалистов, капитально отремонтированный корпус будет соответствовать всем нормам пожарной безопасности, санпина и доступной среды. Здесь установят современное оборудование, в том числе операционное и реанимационное. Вполне вероятно, что сразу после реставрации блока А строители приступят к блоку Б. Эти работы прописаны в программе, правда, финансами пока эта строчка не подкреплена. Очень надеемся и ждем, я думаю, не только мы, это ждут и жители округа всего. Есть виды помощи, которые Сургутская окружная клиническая больница единственная оказывает здесь в округе. Поэтому с нетерпением ждем решения, как будут дальше развиваться события по ремонту корпуса блока Б. Вместе с тем, консультативно-диагностическую поликлинику СОКБ планируют ввести в эксплуатацию уже в конце этого года. Напомню, объект сейчас на реконструкции. По планам в обновленное здание переедут все отделения, которые находятся в корпусах на улицах Студенческая и Энергетиков. В поликлинике смогут принимать примерно одну тысячу человек в сутки. Кроме этого, здесь планируется разместить параклинические службы, УЗИ, лаборатории и блок компьютерной томографии. В настоящее время там выполнена забивка свайного основания под второй блок, это блок А, двухэтажное здание поликлиники. Пока опасений нет, что сроки будут нарушены. Срок сдачи объекта 4 квартала 2017 года и заказчик и представитель, руководитель подрядной организации нас уверяет, что эти сроки будут выполнены. В Сургуте отметили Всемирный день здоровья. На университетской площади собрались десятки горожан. Перед гостями выступила группа поддержки баскетбольного клуба «Университет Югра». Также все желающие смогли принять участие в фитнес-разминке и танцевальном флешмобе. Сотрудники Центра медпрофилактики и представители движения «Волонтеры-медики» подготовили для гостей праздника викторину на тему здорового образа жизни. Поговорили о том, как избежать депрессии. К слову, именно профилактика этого заболевания и стала темой Всемирного дня здоровья в этом году. Я думаю, что мы все здесь вместе, объединив свои усилия, укрепив свой дух и тело, сможем победить любое зло и, соответственно же, справиться с депрессией. Гимназисты лаборатории Салахова представили Россию на третьей международной конференции учащихся «Школа за экологию». Мероприятие состоялось в Берлине на прошедших выходных. Сургутяне, заручившись поддержкой института Гетте, проводили исследовательские работы в городе. Проверяли качество воды и воздуха, состояние почвы, флоры и фауны, изучали потребление энергии. Свои доклады гимназисты защищали на немецком. Подготовка заняла год. Чтобы делегировать от образовательного учреждения лучших спикеров, в лаборатории Салахова еще в октябре провели конкурс. Юные исследователи предлагали конкретные идеи и акции, направленные на привлечение внимания общественности к сохранению окружающей среды. «Нам, конечно же, очень повезло, что мы родились вместе и живем, конечно же, там, где есть много воды. Но мы все равно продолжаем ее неправильно использовать. И для решения этой проблемы мы можем придерживаться простых правил. Например, загружать в стиральную машину полностью белье или выключать кран за собой. Это очень простые правила». Мы продолжаем следить за итоговым этапом научно-технической конференции молодых ученых и специалистов «Сургутнефтегаза». В нем принимают участие больше 500 работников. На апрель запланирована работа 25 секций. Об одной из них, ремонт скважин, Екатерина Любешева расскажет чуть подробнее. Интерес к научно-исследовательской деятельности растет, это видно. В секции «Ремонт скважин» в один день выступили 20 докладчиков. В прошлый раз было в два раза меньше. Все они сначала прошли отбор в своих структурных подразделениях. Среди конкурсантов всего три девушки, которые не боятся выступать на равных с мужчинами условиях. Эльмира Речапова участвовала в конференции в 2016-м, так что опыт есть. На этот раз доклад девушки посвящен новым технологиям и композициям для глушения скважин. «У нас есть такая проблема, как глушение скважин с аномально низким пластовым давлением, также с аномально высоким. И вот для глушения скважин с аномально низким пластовым давлением предложено использовать состав. Он в виде пены и гелеобразный в одно и то же время. Эта технология эффективно используется уже на других месторождениях, но сургутнефтегазе пока не применялось. Мы планируем провести опытно-промышленные работы и доказать эффективность этого состава, чтобы решать проблему скважин с высоким дебетом газа, но у которых пластовое давление уже просажено». Жребий первого доклада выпал на долю Ильи Паньковича, молодому специалисту, всего 24 года, а опыт выступления на научно-практических конференциях уже богатый. Впрочем, за такими молодыми и активными – будущее предприятие. «Данный доклад посвящен применению эффективных методов, способных подсвысить коэффициенты нефтедачи именно в залежах с трудноизвлекаемой запасностью за счет изменения методов обработки призабойной зоны после гидравлического разрыва полста». Компетентное жюри отмечает серьезную подготовку участников. Уровень докладов высокий. И даже если лучший оратор не возьмет первый приз, то не факт, что к его предложениям не прислушаются. В «Сургутнефтегазе» готовы рассмотреть все достойные идеи. «Как от руководства, так и, наверное, от молодых инициативных ребят в том числе. То есть, соответственно, это мировой опыт, мировая практика, ну, часть разработок собственных, внутренних, которые разрабатываются непосредственно на предприятиях, и, соответственно, попадают к нам на конференцию. Мы, соответственно, отбираем эти лучшие темы и в случае актуализации их, актуальности, внедряем на производстве». И еще один немаловажный стимул – обладатели призовых мест получат денежные призы, наградя также молодых ученых в еще двух номинациях – «Лучшее экономическое решение» и «Поощрительный приз». Итоги будут известны 26 апреля. Екатерина Любешева, Борис Шабалдов, Сургут, Интерновости. О семье и любви, дружбе и разочарованиях. Участники творческого объединения «Дневник дедушки Джима» представили сургутянам мюзикл под названием «Четыре комнаты». Театральную постановку посмотрела и Юлия Бабенышева. Мюзикл «Четыре комнаты» отражает историю создания и работы творческого объединения «Дневник дедушки Джима». На сцене ребята показали мастерство и успехи, которых может добиться любой сургутянин. Главное, считает руководитель коллектива Анастасия Петрухина, дать им возможность заниматься творческой деятельностью. В мюзикле рассказано о том, что действительно есть в нашем городе эта творческая молодежь. Она прекрасная, она делает совершенно неописуемые вещи, она очень талантливая. Просто зачастую либо ей мало говорят о том, что она талантливая, либо не дают ей возможность реализоваться во всем, в чем она хотела. И поэтому просто получилось найти этих людей, которые такие «Да, да, да, я хочу, хочу, хочу». И ты такой «Тогда давайте вместе», они такие «Тогда давайте». И вот-вот семь лет идем. С 2011-го «Дневник дедушки Джима» объединяет сургутян с 7 до 30 лет. Здесь проводят бесплатные занятия по танцам, вокалу, актерскому мастерству. Один из главных героев мюзикла Никита Глушенко занимается в объединении уже 4 года. И признается, что несмотря на усталость от работы, учебы или каких-то проблем, здесь участники просто отдыхают душой. Здесь неповторимая легкость творческой атмосферы. Здесь все как-то очень просто. Очень высокие, очень жизненные вещи, но при этом не давят на тебя, а льются такой прям приятным потоком. И вокруг, ну, просто приятная атмосфера. Это люди, с которыми, казалось бы, в других условиях я бы не смог найти ничего общего. А внутри творческого объединения в первую очередь находятся точки соприкосновения и разрастаются таким огромным красивым деревом дружбы. Вместе с Никитой на сцену в этот вечер вышли более 30 человек. Присоединиться к творческому коллективу «Дневник дедушки Джима» может любой желающий. Юлия Бабенышева, Борис Шевалдов, Солгут Интерновости. Это все, что мы хотели вам рассказать сегодня. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. ЖК «Устарицы» и отменное обслуживание впечатляют даже искушенных. Гостиница «Гнездо Беркута» – безупречное место для встречи гостей любого уровня, иностранных туристов и делегаций. Салон керамической плитки «Алкер» предлагает покупателю широчайший выбор керамической плитки испанских и российских производителей. В салоне вам подберут плитку на ваш вкус, а также сделают визуализацию вашего помещения. Нефтьюганское шоссе 21, телефон 451060. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. В магазине «Адам» в отделе женской одежды распродажа всего ассортимента. Платья, юбки, брюки, туники размеры от 42 по 60. Скидка на все 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3-2, 2 этаж. Ювелирный салон «Рубин» открывает богатый мир совершенной красоты, запечатленный в благородных металлах и драгоценных камнях. Украшения от известных производителей. Эксклюзивно в «Рубине» представлены мужские цепи «Бисмарк». Сургут, Югорская, 5-2, салон «Рубин». Слишком ярко, слишком скучно, слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Телефон отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. И о погоде на 12 апреля. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Генеральный спонсор прогноза погоды – завод по изготовлению металлоконструкций «Макрострой». «Макрострой» беремся за работу, которой боятся другие. Сэкономить время и деньги на строительстве. Реально. Крупнейший завод в регионе по изготовлению металлоконструкций «Макрострой» предлагает панельные 3D-ограждения и гладочную сетку. Гарантия на все изделия. До 50 лет. «Макрострой». Быстро. Качественно. Доступно. В среду через Югру проляжет фронтальная система, вдоль которой протянется шлейф облачности и осадков при температурном фоне на 3-5 градусов выше климатической нормы середины весны. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3. Утром облачно, местами осадки. На столбиках термометров около 3 градусов тепла. Днем также облачно, небольшой дождь. Направление и сила ветра не изменится. Температура плюс 3, плюс 8. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» широкий ассортимент моделей немецкой компании «Ромика» от ретро до современных. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба. Карапузы, йоу, встречайте! Одежду модную примеряйте! Мечтайте, играйте, танцуйте, творите! В Карапуз всей семьей приходите! Коллекция «Одежда-весна-2017» уже в Карапузе! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok